Всем привет, друзья! Открыла баночку малинового варенья и захотелось вспомнить старенький рецепт пирога с малиной. У него вкусное тесто, похожее на овсяное печенье. В общем-то овсянки там на самом деле много. Делается очень просто. Как всегда, отдельно смешиваю сухие ингредиенты. 1 стакан муки, без горки. Стакан объемом 250 миллилитров. Четверть чайной ложки соды и хорошая щепотка соли. Хорошо перемешиваю, чтобы соль и сода равномерно распределились в муке и не попадались потом комочками в готовом пироге. К мягкому сливочному маслу добавляю полстакана коричневого тростникового сахара. Конечно, можно использовать и белый, но тростниковый не такой приторный и дает очень хороший карамельный вкус и запах. Разница есть. Чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта. Взбиваю миксером на средней, затем на высокой скорости до пышности пару минут. Затем добавляю одно крупное яйцо и смешиваю до однородности. Яйцо поможет соединить все продукты и готовый пирог не будет сильно крошиться. Теперь всыпаю мучную смесь и хорошо перемешиваю на небольшой скорости. Тесто довольно плотное, поэтому дальше буду мешать лопаткой. Отмеряю 2 стакана овсяных хлопьев. Они тоненькие, нежные, 3 минуты варки. Обычный геркулес будет слишком жестким и грубоватым. Добавляю 1 полный стакан и 2 трети стаканов теста. Оставшиеся хлопья понадобятся позже. Перемешиваю. Тесто получается плотным, немного липким, как на печенье. Отделяю примерно третью часть теста. Бумагу для выпечки смазываю сливочным маслом. Не обязательно ее использовать, но с ней гораздо удобнее. Можно легко вытащить пирог и быстрее остудить. Застилаю форму среднего размера. У меня 21 на 21 сантиметр. Выкладываю 2 трети теста и хорошо утрамбовываю. Тесто немного липкое, поэтому проще всего это сделать руками. Сверху распределяю малиновое варенье. В общем-то можно делать с любым вареньем или джемом. В оставшееся тесто добавляю оставшиеся хлопья и перемешиваю. Это нужно для того, чтобы тесто получилось более сухим и рассыпчатым, чтобы его можно было покрошить сверху на варенье. Если оно очень липкое, можно добавить еще немного овсянки. Слегка приминаю и ставлю в разогретую духовку 180 градусов 30 минут. Пирог должен подрумяниться. Прежде чем его нарезать, нужно дать полностью остыть. Поэтому лучше готовить заранее. На следующий день он даже лучше. Нарезаю на маленькие порционные квадратики. и кольцо. Салат до cette утра. Кольчака готова, перчатую убрать floating и Taplуи. Посмотрим established о сверху также классом мертвая белой цепи. Продолжение следует...